Окей, многие мне говорили, что маразм сделал видос в моём стиле, блядь, челы спамили вчера на стриме Маразм спиздил твой формат В этом видео хочу поговорить про скатившихся ютуберов На западном ютубе есть такой термин, как лоукау Так... Но термин-то есть, не обязательно, что маразм взял его у меня Это... Типа... Я не оформлял, блядь, патент на это называю Это всегда, это все, это все, это, это, блядь, это знаменитый термин Называют медийных личностей, которые в определённое время были очень известными и популярными, собирали миллионы просмотров Это... это очень распространённый термин Но со временем, из-за нежелания развиваться, их контент скатывался и аудитория про них забывала Тренды на ютубе, как вы знаете, меняются очень быстро Грубо говоря, форматы популярные сегодня, не факт, что не потеряют свою актуальность уже завтра Меняется и планка качества, так как прогресс не стоит на... Ну просто надпись ставил, типа, то что лолкау Появляется новое оборудование В обиход входят новые фишки монтажа, звука, оформления Например, если раньше камеры, умеющие снимать в 4К, стоили дохринели арт евро долларов Мощности видеокарт банально не хватало на быстрый рендер видео в таком качестве А у ютуба даже не было нормальных кодеков для скоростной обработки таких видео То сейчас в 4К может снимать практически любой телефон Или еще в году 15-м качественной цветокоррекцией считалось мега контрастное пересвеченное лицо с полностью просранным тоном кожи И вообще было такое мнение, что чем ярче и насыщеннее твоя картинка, тем лучше она для восприятия Сука! То сейчас что произошло... Натурал ебаный Шнюк, я запрещаю тебя кидать мне доната Благодаря заходу на ютуб телевизионных шоу, планка качества резко выросла Обрести популярность на ютубе это еще полбеды Достаточно либо попробовать то, что до тебя еще никто не пробовал Либо взять уже существующий формат за основу И благодаря своему таланту и харизме Ну кстати да, типа если раньше хватало там просто того, что гейплей можешь записывать Ты уже все там летсплеер, нихуя Люди могли посмотреть игру на ютубе, ого Еще там шутить можно было много То теперь все, типа пошел нахуй, такого уже нельзя Вот, теперь оборудование нихуя не решает Решает только, что ты с этим оборудованием делаешь Вот я допустим ничего не делаю, я просто нихуя не делаю, я просто ноль делаю Вывести его на новый уровень Алгоритмы ютуба сейчас работают как никогда идеально Ютуб учитывает множество чисто технических факторов Но в целом, если тема твоего видео интересна массовому зрителю А твоя подача выполнена грамотно То ютуб сам продвинет твой ролик в рекомендации Как пример, недавнее видео с Олика про японца Над которым издевались продюсеры телепередачи Парень поднял тему, которую никто в русскоязычном сегменте ютуба не поднимал Грамотно ее раскрыл и как итог получил свои большие просмотры Ну, он просто тоже посмотрел это видео, ему тоже понравилось Ну, то что мы оба упомянули его, это ничего не значит Другой же не менее сложной задачей является эту популярность удержать И вот как раз таки с этим справляются лишь немногие Проблема многих популярных ютуберов в том, что они почему-то думают Что их популярность это не просто случайная выпавшая им возможность оказаться в нужное время Не, мне это немножко льстит Конечно В нужном месте А то, что их медийность обусловлена их уникальностью и исключительностью Что зрители смотрят их не за тот контент, который они производят А только потому, что блогер сам по себе такой уникальный и интересный Возможно, с кем-то это действительно так и работает Есть такие блогеры, у которых сильная привязка к личности со стороны аудитории И тут опять же, аудитории ты интересен, пока как личность ты что-то интересное производишь И большинство блогеров на ютубе это клоуны В хорошем смысле этого слова Чья первостепенная задача это зрителя развлечь По факту, без того формата, который блогер может продать своей аудитории Сам по себе он никому не нужен Даже если ты... Купил макпро, имея наполеоновские планы вкатиться в дизайн Итог очевиден, что ли вы обладаете здесь смотреть Итог очевиден Я счастливый обладатель смотрелки фильмов за 200к Пиздец Ты снимаешь полезный... Ну да-да-да, такая хуйня часто работает Типа, если ты хочешь во что-то вкатиться Нужно начинать с малого И потом, когда у тебя уже зашло Можно вкладываться во что-то, типа, более хорошее оборудование Потому что, когда ты изначально, там, не знаю, хочешь стримить Или записывать видео Покупаешь себе, там, 40-90 топ-комп Нахуй, берешь 10 кредитов А потом оказывается, что нихуя не получается И приходится все это продавать Ну, короче, это залупа полная Видел, честно, такое люди делали Хочешь поп-контент, то все равно безграмотной подачи Которой может заинтересовать зрителя У тебя навряд ли получится обрести популярность Сравнимую с тем же Утопией или Гео Причин для скатывания может быть много Некоторые ютуберы... Ладно, маразм меня смотрит Это приятно Маразм, маразм смотрел видос про Юнкс Фридемшн Это... Это мило, это мило Ну, может, он просто из... Он может быть просто в другом... Где-то в другом месте это увидел Я... Ну, блядь, ну, гайз, ну, говори, что спиздил Это громко, типа, пиздец Просто мне... Мне реально нравится то, что как-то Эта тема развивается Мне самому нравится смотреть видосы Про скатывание ютуберов Это правильный месседж Я считаю, что он должен распространяться Проблема не в том, что не получилось А в том, что я лениво ебла Но это тоже фактор, чувак Массовому зрителю Некоторые элементарно выгорают И забрасывают свои каналы на долгое время А по возвращению оказываются уже ненужными Так как за время их отсутствия Их контент утратил свою актуальность А вот то, что никогда не утратит свою актуальность Это любовь людей к халяве Я вот, например, уже приобрел подписку Дискорд Нитр Только не оборачивайся 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 Игам-полкам Игам-полкам А еще и популярность Но со временем их популярность канула в лету Исключительно по вине их самих И первый, наверное, уже заезженный пример Но который, я считаю, должен быть увековечен в истории ютуба Это, конечно же, Ивангай Многие ошибочно считают, что его медийка упала Только после событий февраля 22-го года После того, как Ивангай нелестно высказался Не, Ивангай же на какое-то время пропал Потом что-то он наркоманил Потом только эта хуйня В сторону своей российской аудитории Да и в целом выдавал очень много кринжовых высказываний Однако это была не то, что не основная А даже не косвенная причина его скатывания Не, чел Ивангай Ну, понятное дело, Ивангай, Пьюдипай, все дела То есть он пытался быть топ-1 Но чел просто не справился, мне кажется Ну, блядь, вдруг там что-то реально было Данный мув со стороны Ивангая был лишь дополнительным гвоздем в крышку гроба Загибаться его канал начал задолго до всем известных событий Он вроде потом какие-то мобильные игры свои рекламировал Типа, когда уже перестал заниматься Ютубом В 15-16 году Ивангая может... Ивангай, кстати, блядь, чем-то был похож на family-friendly этого Leaf is here И учитывая дракоманию Типа, параллелей все больше и больше становятся на самом деле То есть это был такой стиль 15-16 года Кепка, зеленые, рейзеровские, вот эти вот цвета Блядь, ну, я не знаю Мне та эпоха Ютуба на самом деле нравилась Но Ивангай был чисто контентом для пиздюков Как и все остальные Можно было без преувеличения назвать монолитом отечественного Ютуба Самый быстрорастущий канал, миллионные просмотры И просто колоссальное число подражателей Ну, типа, это буквально Leaf is here То есть я на самом деле, ну, не удивлен То, что многие миллионники в ру-сегменте Они пиздец вдохновлялись Leafy То есть так или иначе, там, Катайн, прочие То есть это была реально топовая формула И копировали Leafy тогда даже в ру-сегменте При том, что никто в России вообще не знал, кто такой Leafy Начинал Ивангай еще в далеком 2000-х И все они начинали с Майнкрафта, блядь Это, да, хуй, это неудивительная хуйня Все начинали с Майнкрафта В 13-м, как ватсплейщик по Майнкрафту Параллельно с этим Ваня пытался делать музыку Рисовать анимацию Нет, глянь Глянь комментарии Ден, спасибо, что радуешь нас новым контентом Мне немного непривычно смотреть твои видео на канале Моразм Но ради хорошего контента Я говорю, потерпи Сразу видно моего подписчика Здорово, у тебя Моразм в ТГ запостил У тебя в ТГ Моразм писал А, да, реально он же в ТГ типа запостил Сейчас, погодите Популярных Майнкрафтеров того времени Однако в дальнейшем Ивангай сменил вектор развития своего канала Позаимствовал формат у испаноязычного блогера Эли Рубиуса А именно лайфстайл блоги, челленджи и летсплеи с интерактивными элементами С этой точки и начался бурный рост в карьере Ивангая Яркая и цветастая картинка Вечно смеющийся и кривляющийся блогер в кадре с симпатичной внешностью Постоянная динамика, регулярный выход роликов Эээ, насчет Ивангая на самом деле Ну я типа не вот удивлен, что он сторчался нахуй в тот период Потому что он ушел от контента, который было легко делать Вот к такой хуйне, да То есть здесь типа больше шоу, больше там придумывать надо было Вот эта вот вся хуйня Чел реально поднялся, охуеть какая аудитория и прочее Ну и перегорел пацан Типа, это не удивительно, я не хочу, чтобы со мной когда-нибудь такое произошло на самом деле Ну мне кажется, что вы меня просто загнобите Если я перейду в какой-то другой формат Типа, не знаю, там Какое-нибудь шоу или что-то такое И я бы сам этого не хотел Потому что если будет реальность, в которой я не могу сесть перед микрофоном И просто напиздеть какую-то хуйню То мне кажется, что Это будет не тот ютуб, на котором я хочу существовать Данный набор факторов был идеален Для того, чтобы привлечь многомиллионную аудиторию школьников и девочек до поверта Да, у меня Да вы меня загнобите в любом случае, хуй сос Вам, блядь, не нужно повода меня нахуй послать Там Зио жаловался, что вы заходите к нему в чат И нахуй его шлете И что он, типа, сказал, что у нас так нельзя У нас такого не терпят У нас банят за это Вот там человек написал, пошел нахуй И я его забанил Или что-то там модер забанил Он такой, а меня за что? Типа, идите к своему деду Там его нахуй посылайте А мне похуй, че поебать нахуй Хе-хе-хе Блядь, ну послал мне кто-то нахуй Блядь, ничем мне теперь? Ну пойду, конечно, нахуй Буквально за полтора года Его канал стал самым популярным в РУ-сегменте Ютуба Обогнав так такого мастодонта, как Макс Плюс 100500 Его самый обычный ролик мог набирать по 7-8 миллионов В деньгах с тогдашней монетизацией даже представить страшно Ивангай путешествовал по миру Живет то в Японии, то в Москве, то в США А тысячи школьников ему завидовали И пытались снимать видео в таком же формате Феномен Ивангая породил просто уйму подражателей Всех я даже сейчас и не вспомню Но одними из самых популярных были Янго и Эдвард Атева Но в дальнейшем Ивангай то ли устал от своей популярности То ли банально выгорел И решил уйти с Ютуба на неопределённое время Которое продлилось чуть больше года Дело в том, что Ваня решил уйти в музыку И после года отсутствия дропнул свой трек Потом исчез ещё на год Потом вернулся для того, чтобы дропнуть несколько роликов С рекламой своей мобильной игры Уже в этих роликах прослеживалось, как сильно Ивангай отвык от блогерской деятельности Да заберите у Шнюка деньги, заберите у Шнюка деньги, ёптвою мать Стал уверенно себя чувствовать перед камерой Удатил навыки съёмок и монтажа Да и невооружённым взглядом было заметно, что ролики эти были выпущены исключительно в коммерческих целях Однако аудитория всё равно это хавала И просмотры на этих роликах набирались колоссальные Потому что, ну камон, это же Ивангай, культовая личность Ютуба Но точкой невозврата стал лагающий стрим Ивангай по чёрным рулетке В течение которого он матерился и нёс какую-то откровенную парашу А затем ещё и выложил двухминутный отрывок этого стрима на Ютуб Также с целью пропиарить свою игру Сюда же ещё и приплюсуем скандальное интервью с Дудём Которая была взята чуть позже, но по итогам которого можно было сделать вывод Что уйдя в музей, Ивангай утратил не только навык создания роликов Но и навык человеческой членораздельной речи Вследствие увлечения не совсем хорошими веществами И в тот момент времени, пока аудитория не приспустила Ивангая на землю Ивангай действительно думал, что он сама уникальность Что его любят только за красивые глазки И будут любить его вечно, чтобы он не сделал Он думал, что можно исчезнуть почти на три года Записать три низкопробных рекламных ролика Провести отвратительный стрим И аудитория также тебя будет поддерживать Однако аудитория чётко дава ему понять, что это не так Ну кстати, блять, по соотношению Да нихуя подобного Если бы было хотя бы посередине, то да Но 208 тысяч лайков на 48 тысяч дизлайков вполне нормально Я так регулярно набираю Пацаны, ставьте лайки, кстати, стриму Чтобы у меня тоже было 200 тысяч лайков на стриме Спустя какое-то время Ивангай немного приспустился на землю И решил занять Каждый, кто поставит лайк, потом похлопает в ладоши, повернётся вокруг себя три раза Откроет холодильник, а там будет ждать киндер сюрприз Проверим, работает ли эта страта И начал стабильно выпускать ролики в своём старом формате образца 15-16-х годов А конкретнее, летсплеи по говна играм с кучей кринжовых и наигранных кривляний Челленджи с раскалённым ножом Хоть и олдфаги были довольны, но просмотры на его новых роликах Были несравнимы с показателями на пике его популярности Потому что для новой аудитории он был неинтересным мамонтом Который застрял в 16-м году и не хотел оттуда вылезать Ну да, потому что аудитория выросла И они хотят видеть, что их кумиры выросли вместе с ними Вот, а когда чел остаётся буквально таким же спустя 5 лет То есть он такой же контент для детей делает Ну извиняюсь, он просто убирает нахуй Кстати, чё там как канал Позе поживает? Чё там как канал Позе поживает? Ты не поверишь? Ты не поверишь 99% людей не смогут пройти этот головоломка в Роблокс Ну, Позе всё ещё нормально по просмотрам, кстати То есть не то, что раньше, но всё равно неплохо Продолжалось недолго Впоследствии, видимо, за работа в день Да, он жив, но мёртв внутри, забей Ивангай снова свой канал забрасывает Затем события 22-го года Все эти известные скандалы И что мы имеем сейчас В общем, походу Ваня до сих пор отдыхает Так же, как и его просмотры Тысяча километров автопилотом на моей первой Тесле Ебать, ну чел Теслу купил, похуй, наверное, за свою жизнь столько заработал Ну, вы, наверное, спросите Суть в том, что, типа, касательно Ивангая Самое смешное Блядь, он NFT пытался продать на теме Украины Сука, ты роф Вы, блядь, рофлите, что ли? Еб твою мать, блядь, как он, типа, NFT для Украины Что это? Он NFT, блядь Блядь Я, 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 бра... Окей Например, Ивангая отлично демонстрирует нам Что каким бы популярным ты ни был Сколько бы подражателей и поклонников не делало тебя своим кумиром Если ты не развиваешься и не эволюционируешь Если ты считаешь, что аудитория будет вечно с тобой Только за твои какие-то старые заслуги И за то, что ты это ты Тут... А тебе не изменилось 10 лет? Эээ, да, типа, на самом деле по нему видно Он стал намного более спокойным Че там, путешествует, записывает, прочее Раньше он в игрушках там чисто хуйней занимался Теперь он хуйней занимается в реале Я все сделал, как ты сказал Открыл холодильник А там вместо киндера ссылка на скачивание Геншина Видимо, неправильно в ладоши хлопал, чел Ты очень сильно ошибаешься Ведь ютуб не стоит на месте Тренды меняются И те, кто вчера был на плаву Сегодня оказываются на задворках истории Однако среди подражателей Ивангая Есть и те, кто в свое время не остановился Улучшил этот формат И по итогу до сих пор остается на плаву Взять в пример того же Данкара Этого ютубера я заметил еще на старте его карьеры В году 15-м В начале своей карьеры В глазах аудитории он был лишь тенью Ивангая Однако чувак не... Я помню, я помню Юлика заметил Я видел такой Этот чел, блять, просто этого Эльдара Бродвей копирует Че за хуйню ты смотришь, Андрей, блять Выруби эту хуйню Эльдара давай просмотрим А вообще, ебать Юлик сейчас Конечно Вот там жирух какой-то вроде расстался Жирный какой-то тёлка Расстался вроде Че-то всем не понравилось Постановился, продолжал совершенствоваться Менять свой контент под новые тренды И по итогу сейчас Его статистике можно только позавидовать А еще ты можешь позавидовать мне Ведь совсем недавно я бески... Леонид, а ты где себя видишь Через пять лет? Какой у тебя творческий восторг Я чувствую... Я ощущаю себя... Я ощущаю себя бомжом на улице Который милостыню просит Через пять лет Че Блин, сука Блин, тут и хуй сосчел Блин Сука, я тебя ненавижу Ебать, что ты сделал Блин, что ты, что ты сделал Что ты сделал, мудак Мудила, блядь Ладно, окей Каких-либо танцев с бубнами Пошел свой кошелек в стиме Да еще и аккаунт с кибербанком Купил за сто рублей Ты спросишь меня, как я это сделал Где вторая реклама в видосе на восемнадцать минут Ебать, как он это делает Кая, а соответственно и пиар от него Боюсь представить, сколько в свое время Кукол Вуду с ней делали Десятилетние Настеньки из четвертого бакласса Затем пиар от Фейса Грамотные продюсеры Для меня лично, как в пятнадцатом году, так и сейчас Марьяна Ро была лишь раскрученной бездарностью С завышенным ЧСВ В принципе, мои догадки со временем подтвердились Марьяна посралась со своим хорошим продюсером Который предлагал ей рекламных контрактов на пятнадцать миллионов При этом единственное, что от нее требовалось Это светить своим ебельником в камеру с нужными брендами В итоге Марьяна Ро, как и любая раскрученная бездарность Которую везде протолкнули Всему научили Везде указали, что делать Из-за своего ЧСВ и высокомерия Я поссорилась со всеми, кто хоть как-то ей помогал удерживаться на плаву И чем она занимается сейчас Я даже гадать пытаться не буду И, наверное, последний пример на сегодня Женскими делами О котором я очень бы хотел высказаться Это легендарный техноблогер В селе интернета Велсаком Смотреть я его начал еще в бородатом 2013 Не понял, что он с собой делал, чтобы так разжиреть Пиздец Типа я не знаю, но просто Что Велсаком с собой делал, чтобы до таких размеров дорасти Он же постоянно надвижи, видосы делает Что, как, как это возможно Типа он же не этот Количество подписчиков, оно же не увеличивает человека в размерах, надеюсь Когда родители только подарили мне мой первый планшет И попил пиво по субботу От меня Тогда Велсаком снимал действительно интересный и прорывной для своего времени контент Преимущественно про технику Apple Я помню, как мы смотрели презентацию УС-70 Блядь, начал за сколько, 20 лет прическу не сменил По переводам на русский И плевались, какого хрена Apple решили перейти из объемного дизайна в плоский На Велсакома пытались равняться многие начинающие техноблогеры Тут же Айтипедия Который, правда, сейчас такой же техноблогер, как я, балерина Но он рассказывал, что при создании канала вдохновлялся именно успехом Велсакома Велсы первому еще до официального релиза засылали новую технику Apple Соответственно, такие ролики набирали миллионы просмотров из-за своей эксклюзивности Но что произошло с ним дальше, можно описать только одним словом Зажрался Со временем на канале Велсакома стало появляться все больше и больше рекламных роликов Причем под маской того, что Велсы сам пользуется той техникой, которую ему засылают Далее вообще из разоб... Да, что-то внезапно как-то вот, как только он продался, он стал большим В заблочении Стаса выяснилось, что у Велса с его рекламным агентством целая коррупционная схема была, как отмывать бабки рекламодателей Когда львиная доля рекламных бюджетов компании доставалась Велсакому Так как менеджеры этих компаний смотрели только на число подписчиков И их не волновала ни репутация этого блогера, ни среднее число просмотров Им просто рекламное агентство вешало в лапшу, что якобы Велсакома это самый крутой техноблогер в России И что весь рекламный бюджет нужно потратить несомненно именно на него А деньги эти и Велсакомом и рекламным агентством попросту отмывались Потому что ну какие нахрен полтора миллиона рублей за стрим с презентацией Хуавея на три тысячи человек Когда половина из которых накручена, а другая половина, которая в курсе, кто такой Велсаком Залопу деревянную по его рекомендации не купит, не говоря уже о смартфоне Блять, погодите, он реально этот стрим презентации Хуавей? За несколько десятков тысяч Плюс... Я кстати пытался как-то на работу попасть в Хуавей Плохая идея была По всему на рекламные видео накручивались просмотры, что было слишком палевно Так как конверсия очень сильно отличалась от обычных его роликов Да и просто не бывает такого, чтобы рекламный ролик какой-нибудь жопоподтиралки от Xiaomi Набрал миллион просмотров при средних просмотрах на канале 400-500 тысяч Количество лайков, подписчиков и комментариев поддерживалось исключительно за счет розыгрышей конкурсов Практически всю работу Велсаком переложил на свою команду И все его участие свелось к тому, что он просто приходил на студию Полчаса светил своей моськой в камеру И не удивлюсь, если даже идеи для роликов он не сам придумывал В итоге Велсаком превратился просто-напросто в продавана Просмотры для канала Десятимиллионника стали какими-то смехотворными Но частично он еще оставался на плаву Я бы, кстати, никогда не хотел дойти до 10 миллионов Мне кажется, это полная залупа Потому что большинство твоих зрителей уже тебя не смотрят А те, кто, ну, ну и типа, тебе пизда Но Велсаком еще хуже, пиздец Я просто думаю, что 10 миллионов, это ж полный пиздец Ты либо, не знаю, там, какой-то чувак галактического масштаба В плане своего влияния Либо ты просто фальшивка, как Велсаком За счет эксклюзивных обзоров новых гаджетов от Apple Однако произошел 2022 год, санкция И дела пошли совсем плачевно Какие-то бренды свернули свою рекламную кампанию в России Новую технику, а уж тем более от Apple Велсакому больше не засылают И вот недавно я у Велса наткнулся на ролик с кликбейтным названием Инсайда айфона 15-го В котором Велсаком плачется, что у него упали просмотры И знаете, кто в этом виноват? Разумеется, проклятый YouTube с его алгоритмами Которые больше не продвигают бедного Валентина в рекомендации Что вообще в целом YouTube стал какой-то не такой Ой, пропала вся вайбовость Приплел туда мистера Биста, что, мол, он негодяй такой Делает дегенеративный контент для детишек ради денег Не, ну не поиздеваться с Велсакомом за такой видос Мне кажется, это, ну, только ленивый, блять, не может сделать этого Ну, серьезно, это был такой топ-контент А Велсаком такой хороший делает видео для души Проблема Велсакома заключается в том же самом О чем я и говорил в начале своего видео Человек поверил в свою исключительность, поверил в то, что если сегодня у него есть какая-то популярность То это будет продолжаться вечно И что аудитории никогда не наскучат его бумерские шутки про привет Сири Аудитория будет дальше хавать его рекламные обзоры под призмой собственного мнения И что он дальше за счет своего рекламного агентства будет грести деньги лопатой Но в целом, что я тут хотел сказать по итогу Ни один ютубер не застрахован от того, чтобы рано или поздно все про него забыли Не бывает каких-то уникальных и исключительных блогеров, которых будут помнить вечно вне зависимости от того, что бы они ни сделали Толпе ты нужен только тогда, когда ты на подъеме, когда ты можешь ее чем-то завлечь Как только ты скатываешься и становишься неинтересным, толпа тебя проглотит и высрит, несмотря на все твои заслуги Я как ютубер с двухмиллионной аудиторией могу сказать, что сам для себя я скатился уже давно Ведь сейчас я очень редко снимаю ролики, которые действительно интересны лично мне Кстати, этот ролик является таковым, поэтому, наверное, он и получился таким длинным Я, кстати, заметил топ-страту ютуба Топ-страта ютуба — это очень простая страта, которую я для себя открыл Идеальная страта, серьезно Берешь истории западного ютуба, как люди скатывались Как бы пропускаешь это через себя Потому что контент-мейкеры, ну, они намного более живо воспринимают подобные темы Соответственно, все это приправливаешь, знаешь, такими моральными темами Плюс темами того, что человек что-то добился и проебал, это очень глупо Людям нравятся такие истории Выпускаешь это Для людей это что-то новое, потому что западный ютуб для многих является чем-то, что они не смотрят Соответственно, многие ютуберы реагируют на это, и стримеры реагируют на это видео Потому что для многих стримеров это тоже, ну, крайне личная тема Они хотят, ну, типа, для них это важно Потому что все стримеры и ютуберы постоянно думают о том, что как бы не скатиться и не проебаться Соответственно, ты пиаришься на этом И, блядь, так можно легко до ляма дойти вообще на изичах Просто такие видосы в падлу делать У меня, понимаете, у меня как у Вилси есть идеальная формула ютуба Мне просто в падлу Ну, чё это бездушно, чё? У меня были периоды подъёма, как, например, в этом мае, когда я поставил рекорд канала по просмотрам Были периоды стагнации, как, например, сейчас, когда у меня банальный дефицит тем для роликов Ну, по сути, всё, что я делаю, наверное, последние три года, когда я ушёл с действительно интересного мне контента Это просто работаю на массовой аудитории, анализирую, какой контент ей заходит лучше, какой хуже И, читая подобные комментарии, маразм, делай то, что тебе нравится, мы тебя поддержим Я задаюсь вопросом, вы-то кто? Ты и ещё пара тысяч преданных фанатов, которые ставят лайки и пишут комментарии под каждым моим роликом А все остальные 500 тысяч залётных зрителей, которые смотрят... Ебать, бедолага такой, мы тебя поддержим, делаем, что ты хочешь Кто меня? Ты, что ли? Пошёл нахуй Бля, теперь это моя новая страта Теперь каждый раз, когда кто-то мне будет говорить, типа, слова поддержки Типа, да, дед, ну смотри, ну делай видосы про что хочешь, мы подождём, мы посмотрим Да кто ты, что ли, потом? Пошёл нахуй, бля, и кто ты такой, бля Ты, заткнись нахуй Я вчера от шейха в Скинн с Пруфом Мои видео с главной страницы меня не поддержат Потому что если массовому зрителю, коих большинство, будут неинтересны темы моих роликов То видео просто перестанут появляться в рекомендациях А как следствие упадут просмотры и канал загнётся Поэтому я уже давно не ориентируюсь на мнение подписчиков Ведь я понимаю, что активные подписчики в комментариях, которым интересен именно ты как личность Это даже не один процент твоей аудитории А большинство зрителей это залётные ребята из рекомендаций И поэтому, когда подписчик просит меня маразм Сними видео о книгах, которые ты читаешь Мне бы было... Пошёл нахуй Хули ты, блядь, доебался Ведь какие книги читать Бля, мне нравится, что это коммент дух летней давности И моразов ждал момента, чтобы до этого чела нам уёбываться Да иди нахуй со своими книгами, хуй сос интересно это послушать и прекрасно понимаю что кроме него еще возможно нескольких пошел нахуй библиотекарь ебаный тысяч преданных фанатов никому какие книги я читаю интересно не будет и такая проблема как быть заложником определенного формата преследует на самом деле многих ютуберов для которых youtube давно уже является основным источником дохода я знаю очень мало крупных ютуберов для которых создание видео остается лишь хобби но я тут сказать ничего не могу потому что я даже не начинающий ютубер мне еще ляма нет по словам велосоком уверен что например тот же bad comedian также является заложником своего формата и как бы да он делает свою работу качественную но я просто отказываюсь верить что за 10 лет его еще не задолбал этот формат кстати насчет bad comedian я согласен типа я люблю bad comedian и я мы в универе смотрели чудо универа в школе каждый обзор bad comedian смотрел все но просто его шутки уже не смешные блять может может я просто объективно не могу мыслить потому что я такой типа ну в плане юмора я клоун со стажем но типа ну заебывает если честно я часто об этом говорил на твич стримах когда меня спрашивали смотрели посмотрел там новый стрим бэд коме новую видосу bad comedian когда я там играл в колду вот и я всегда говорил тебе не я не могу у меня меня просто не получается мне скучно где делай видосы от своей души мы разделим и посмотрим что тебе интересно мы всегда с тобой о пошел нахуй так вот да то есть типа шутки прочее они они как-то немножко уже под заебали то есть видно что человек вошел формат это за ну приносит ебать какие бабки и контент очень качественный но к сожалению я не способен от любые видео на свой канал мы подождем смотреть в с равно не будет то есть у него уже как бы ну репутация карьера прочее то есть нормально и начнем снимать что-то кроме обзоров на кино навряд ли это будет набирать просмотров столько же но преимущество того же бэд комедия накатик лэп руслана усачева не знаю кого там еще брайн мапса то что для зумеров ближе и многих других кто спустя столько лет остаются на плаву как раз таки в том что ребята не зазнали шли в ногу со временем мд заявил ничто не мешает без с добавить дело сс starfield так что видимо а окей окей виде видимо это не сами виновата не кстати вот касательно всей этой хуйни да то есть я считаю чтобы это комедиям просто вошел формат это стало очень успешным а я просто хуй сос и я я щас объясню почему потому что когда ты смотришь ютубера он маленький да вот он маленький такой вот маленький 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 такой типа да ты болеешь за него мы малютка 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 такой классный и он вырастает все новую малютку ищешь но у родителей такая же хуйня с детьми типа вырос мы пошел на именем повышали качество своего контента смогли удержать аудиторию и как следствие имеют то что имеют мой портный плюс когда у тебя большой канал становится сложно понимать аудиторию мне кажется лучшая шутка беда за последние годы это помогите я инвертированный а да то есть понимать аудитория становится сложнее потому что банально не можешь со всеми общаться напрямую формат по сути нихрена не новый не на российском не на мировом ютубе да и моя популярность обусловлена лишь тем что я просто оказался в нужное время в нужном месте мой формат это тот же формат остроса и шевцова из пятнадцатого года только те записывали свои подкасты под геймплей а я в качестве видеоряда использую плюшевую белку и свой шоу из картинок и так как у моих зрителей нет привязанности к личности у меня больше привязанность именно к контенту то я уверен что с моим форматом скатиться будет еще проще потому что нужно постоянно придумывать что-то новое чтобы оставаться на плаву если я прекращу снимать то что интересно массовому зрителю никто меня не продолжит смотреть за красивые глазки популярность особенно на ютубе штука такая в которую нужно постоянно развиваться и постоянно следить за новыми трендами в моем случае это еще тяжелее так как аудитория у меня преимущественно зумерская и мне просто приходится следить за всеми этими зумерскими движухами пол длинный его деда чисто на самом деле заказывай 2d youtube модельку остальфа у 2d моделек срача на столе не видно я не приятно что в этом видео маразм довольно искренен это это интересно видос получился надеюсь кому-то он был полезен ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце чтобы не пропустить мои следующие видео типа формат рассказа про скатившихся блогеров мне кажется это эта тема которую нужно раскрывать более глубоко длиннее то есть да то есть ну там вот было вангай там вот это вот все вот это все очень сжато хотелось бы больше там узнать да то есть мне кажется что 18 минутный формат с двумя рекламами это не очень хорошо заходит то есть просто пробежаться ну типа лайк поставлю но хотелось бы более глубокого как бы проникание в данную тему вот но мне приятно то что как-то вот он пропустил эту тему через себя тем